По объективным причинам многие стороны современной жизни возникли и развивались вне церкви, в отрыве от нее. Сегодня мы живем в мире, где умами людей правит светская культура, православная же, забытая в советское время на долгие годы, как лоза, привитая к стволу деревом. Это не хорошо и не плохо, это факт. Факт, что большинство людей с православной культурой незнакомо или знакомо очень поверхностно. Что многие верующие, которые пришли к православию в сознательном возрасте, сформировали свое мировоззрение также на светской культуре. Вот представим современную школу, где преподаются, слава Богу, если преподаются основы православной культуры. Приходят ученики, для которых православие – это что-то из области бабушек, где старинное сокровище из музея, возле которых они фотографировались на экскурсии. Их родители, хотя и называют себя православными, в церковь обычно не ходят. Хорошо, если преподаватель, верующий человек, имеет опыт церковной жизни. А если нет? Когда он станет говорить о каких-то внешних составляющих, например, сухой истории, каких-то исторических церковных событий, внешней формах христианского искусства. А вы знаете, какая высота храма Христа Спасителя? А кто изображен на иконах Андрея Рублева? Вот я вам сейчас расскажу. И живое спасительное учение об истинной вере станет восприниматься, как пускай красивое, но далекое от жизни, такое религиозное творчество. Наследие глубокой старины, вроде блинов и балалайки. А что вы знаете, дети, о Пасхе? Когда куличи пекут и яйца красят. Вот такое вот православие. Беда в том, что потеряны традиции православия. Это не то, что хранится в музеях и памятниках. Нет традиции, то, что наполняет повседневную жизнь человека, нашу бытовую культуру. Можно сколько угодно восторгаться и превозносить православную культуру, ее памятники, добрые традиции предков. Но если мы сами не будем их живыми носителями, если мы в наших семьях с помощью Божьей не изменим себя покаянием и деятелем благочестием, не станем примером для своих детей, которым они захотят подражать, то мало чем будем отличаться от неверующих преподавателей в школе. Такие дела.